Приветствую вас на канале RedCat, сегодня мы с вами поиграем в MM2, я покажу самые прикольные баги, которые нашел в этой игре. Ну и для одного из багов мне понадобится Гост, точнее призрак, нож-призрак, вот так он выглядит, который нужен будет для одного прикольного бага. Ну а где получить такую коллекцию ножей или купить этот Гост, либо же другие ножики, я вам подскажу, ребята, есть один прикольный сайт, на котором вы это можете сделать. Встречайте, DreamPets, единственный маркетплейс в мире, где вы можете легко и быстро купить или продать предметы из игры Marder Mystery 2. На DreamPets.gg вы можете найти широкий ассортимент предметов, от самых обычных коммон-ножей до самых редких ROM. Здесь есть все, что вам нужно для крутого инвентаря. Процесс пополнения сайта просто отправляете нож через трейд с ботом в игре и он моментально появится в вашем инвентаре на сайте DreamPets. А выводить нож с сайта так же просто, нужно зайти на сервер-боту и кинуть ему трейд для получения предметов. Забудьте о неудобстве поиска покупателей или продавцов. DreamPets делает все за вас, удобно, быстро и безопасно. Переходите на сайт прямо сейчас и исполните свою мечту. Ну что, ребята, начнем с первого бага. Итак, чтобы этот сделать баг, мы будем сейчас стрелять через стену. Спасибо BigTesty, который написал мне в Дискорде про этот баг, показал и рассказал, как его правильно сделать, ну и в принципе про другие тоже. Смотрите, что мы делаем. Через Caps Lock мы смотрим в прозрачную стену и целимся в нашу цель. Там за стеной у меня маленький мой скиночек. Вон, видите, он такой маленький, что в него попасть нереально. И сейчас, ребята, обязательно надо, чтобы прозрачная была. Вот, и теперь переводим прицел на этот скин. Еще можем нажимать Escape для того, чтобы целиться, если он где-то там в стороне. Потому что когда ты Escape нажимаешь, у тебя курсор переводится. Ну и кидаешь. Смотрите, ребята, я кидаю через стену. Опа! Гениально! Я убил через стену! Мне кажется, это прикольный баг, довольно-таки удобный. Вы можете подкараулить где-то свою, скажем так, жертву. Второй баг, не менее прикольный и очень полезный. Это возможность проходить через стены, через вот такие вот стекла. Ну, через стекла легче всего, поэтому сейчас я покажу, как это сделать. Итак, вам понадобится эмоция Queen Королевы. Сейчас Baby Queen называется. Вот, Bounty Twirl. Берете эту эмоцию, нажимаете. И как она работает? Сначала вы прижимаетесь капслоком к зеркалу, да? Потом капслок отжимаете, разворачиваете камеру и смотрите на себя. Нажимаете эту эмоцию, буквально через секунду нажимаете стрелочку вперед плюс Shift. И таким образом вы попадаете за эту текстурку. Ну что ж, у меня получилось. Я довольный. Я прыгаю. Кстати, это работает и в другую сторону. Также вы сможете, в принципе, это делать и со стенами, но там нужны, скажем так, более крутые навыки, как это делать. Потому что у меня не всегда получается. Я вот этот тайминг пока не чувствую, через сколько именно нужно нажать вперед и Shift. Итак, вот разворачиваю теперь эмоцию и Shift вперед. Все, получилось. Ну сколько там было? Полсекунды, секунда, полторы секунды. Вот, короче, самое главное это рассчитать. Ну и вот бананчик мне показывает, как он делает. Смотрите, через толстую стену. Ну, если где-то можно выпрыгнуть за карту, то вы можете это сделать, если вы очень хорошо умеете. Мне кажется, на телефоне это делается еще проще, чем на компе. На компе у меня, к сожалению, через стены очень редко получается. Там сразу десятого. Вот. Но если вы научитесь, вы сможете таким образом вообще прыгать за стены и там себя спокойненько чилить. И таким образом вас никогда не убьют. Идемте, ребят, на другую карту. Попробуем сейчас. Тут тоже есть стекло. Вот, тут тоже довольно-таки удобно, если убийца к вам бежит, вы можете хопа и вот так вот быстренько убежать за стекло. Пока он будет оббегать, вы можете, соответственно, обратно через это стекло перебежать и таким образом все время от него убегать. Тоже неплохой лайфхак. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Идем дальше, ребята. Третий довольно-таки популярный способ это скорость, баг на скорость. Смотрите, ребята, ну, точнее на скорость в прыжке. Вот я прыгаю, смотрите. Ну, прыгаю, прыгаю. Не сильно быстро, не сильно медленно. Ну, такая себе какая-то средняя скорость. Вот, сейчас мы будем делать баг, после которого я буду прыгать немножко быстрее. Итак, что нужно? Для того, чтобы сделать этот баг, нам нужен любой предмет. Поэтому, если у вас нет, то купите его за монетки. Я купил себе мороженое, оно дешевенькое. И буду сейчас делать этот баг. Опять же-таки, нам понадобятся эмоции для того, чтобы сделать этот баг. Так, что нам нужно будет делать, это взять в руки мороженое, нажать Caps Lock одновременно и нажать Shift плюс отскочить в любую сторону. Итак, давайте сейчас первый раз вам покажу последовательно, что мы делаем. Так, эмоция у нас называется В-поза Томми Хельфигера. Короче, мы нажимаем эту позу и как только мы на нее встанем, берем что-то в руки, нажимаем Caps Lock и на Shift отпрыгиваем в сторону. Вот, вот так все это должно быть. Ну и давайте теперь все это быстро сделаем. Итак, убираю сейчас мороженое из рук, делаю В-позу эту, беру в руки мороженое. На циферке можно смотреть, на какой циферке у вас предмет, чтобы быстро его нажимать, если вы на компе. Итак, хоп, нажимаем Shift, Caps Lock и отпрыгиваем. Все это я сделал и теперь смотрим. Вот я, особенно боком, если вы прыгаете, это довольно-таки видно. Вот, смотрите, ну, довольно-таки, не довольно-таки, ладно, но чуть-чуть быстрее, где-то на полтора процента быстрее я стал прыгать. И да, нужно помнить, ребята, что обязательно не убирайте после этого предмет из рук. Так, теперь смотрите, давайте тест проведем, действительно ли это быстро или нет. Мне нужен помощник, вот у меня сейчас бананчик бежит, бежит. Сейчас мы затестили, сколько он просто проходит эту дистанцию. За 5 секунд он прошел, сейчас он будет прыгать. Прыгать боком. Сейчас он прыгнет, вот, и начинает прыгать боком. Прыгает, прыгает, прыгает. И 4.30, 4.30. Сейчас делает баг. Делает тот же самый баг, только немножко другим способом, другой эмоции. Я вам тоже покажу чуть попозже, как это сделать. Так, он делает этот баг, смотрите, раз, два, опа, отскочил, капслок, предмет в руки, все сделал. И теперь, ребята, мы засекаем, действительно ли это будет теперь быстрее, ли он будет прыгать или нет. Так, он проверяет, говорит, что окей, баг вот сейчас сработал, все, вот он уже прыгает быстро. Давайте замеряем, ребята, я, вы знаете, мне надо все проверить. Итак, погнали, прыгает, 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 прыгает. Три секунды, ничего себе, было 4.30, стало 3 секунды. Ну, окей, ребята, все, меня это убедило. Действительно, баг рабочий, действительно, скорость прыжка увеличивается. Теперь давайте, ребята, просто он пробежится, посмотрим скорость именно ходьбы. Скорость ходьбы такая же, ребята, поэтому этот спид-глич, так сказать, влияет только на скорость прыжка, но не ходьбы. Как он делается вторым способом? Вторым способом вы делаете все то же самое, только используете другую эмоцию. Сейчас я, кстати, даже засеку время, на какой секунде вам нужно отпрыгивать. Итак, берете вот это вот Hyper Jump эмоцию, нажимаете и на второй секунде сделаете все то же самое. Нажимаете Caps Lock, берете в руки какой-то предмет и отпрыгиваете на Shift в сторону. Да, все, ребята, смотрите, я опять прыгаю довольно-таки быстро в сторону. Ну что ж, классный лайфхак, ребята, и давайте последний баг на сегодня, для которого мне, собственно, и нужен вот этот вот Гост нож. Нож-призрак. Есть еще Гост Ли, это другой нож, с ним не получится. В чем преимущество этого ножика? Видите, он с текстуркой, то есть, когда вы кидаете его в стену, даже на нем можно прыгать. Как вы знаете, на обычных ножах такое не работает. Итак, что нужно сделать? Сначала вы делаете глич на скорость, которую я вам показывал только что, и потом, когда у вас будет в руках предмет, после того, как вы сделали этот глич, вы должны прижаться к какой-то текстурке и подпрыгнуть. Вы видели, что у бананчика это выходит, у меня, к сожалению, пока нет. Мне нужно еще потренироваться, как это сделать. Короче, как-то влазите в текстурку, нажимаете пробел, и тогда у вас все будет заработать, все заработает, вы будете очень высоко подпрыгивать. Ну что ж, ребят, я надеюсь, что вы поставите лайк за такие классные баги, я очень старался это для вас, ну и не забываем подписываться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok